Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи. С вами ваш Александр, коренной житель города Харькова. Выхожу с вами на связь, рассказать как реальная обстановка в городе Харькове, что нового, что интересного, как мы здесь живем, а точнее выживаем. Ведь это действительно похоже на некий режим выживания, который длится уже не первый год. Ребятки, обязательно досмотрите видео от начала до конца. Поставьте лайк под этим видео. Напишите свой комментарий по данному поводу. И также, ребятки, не забудьте поделиться видео с друзьями. Сделайте максимальный репост. Ребят, сегодня обстановка по прилетам непростая. Обстановка непростая в области города Харькова. Прилеты были в Купянском районе, в Богодуховском районе. Много где и целый список, ребят. Целый список прилетов. Помимо всего этого, был прилет, ребят, в Кривом Роге. Поставляю вам здесь фотографии с места событий. Там прилет был в отель. Местные жители сообщают, что там было очень много людей в этом отеле. Было много людей. В дальнейшем, я думаю, мы узнаем информацию. Сейчас там работают службы, ребят, работают службы. Ребятушки, также был прилет в Богодухове. Был прилет в Богодухове сильнейший. Прилетела ракета, как я понимаю. Трое людей из шести были госпитализированы. Среди них 17-летняя беременная девочка. У нее острая реакция на стресс. И еще два человека. Чтобы вы понимали. Ситуация очень непростая сейчас, ребят. Поэтому максимально старайтесь соблюдать правила двух стен, если вы слышите тревогу. Либо же опускаться в бомбоубежище, либо же в погребах. Помимо всего этого, ребят, ездил опять я с мамой в больницу. Вы наверняка, кто смотрит меня не первый раз, тот знает, что у меня мама инвалид детства. И куча у нее проблем по здоровью. Вы сами понимаете, что такое, когда человек с детства инвалид. Это не одна проблема по здоровью, как минимум. И вот лечили мы, собственно, почки. Думали, что у нее песок в почках, что у нее камни, что это все выходит. Ездили, вы помните, мы делали УЗИ, ребятки. И врач, когда делал УЗИ, когда посмотрели, сделали УЗИ, сказали, что нужно, собственно говоря, проверять по-женски, что там. То, что с почками более-менее порядок. Что могут выходить соли, но это несущественно. В общем, ребят, мы поехали еще раз. Съездили с мамой. Я обязательно все вам покажу. Все бумаги. Те, которые, собственно говоря, привезли с собой. Выписали также назначение на лекарства. Лекарства, ребятки, не дешевые, не дешевые лекарства, ребят. Я уже вывозил, чтобы вы понимали, в сумме за вот эти вот две поездки уже больше трех тысяч гривен. И впереди еще лечение. В общем, обнаружили, ребят, нашли кисту. Нашли кисту возле яичника, недалеко. И нужно пить препараты специальные. Врач выписал также еще полипы. Но самое главное, он сказал, что вот эта вот киста, что она большая. И нужно ее лечить. Нужны препараты, нужны, собственно говоря, таблетки и так далее, и тому подобное. Часть я уже купил, ребят. А еще нужно покупать. Ну, как бы это только начало, только начало лечения. Ребятки, у кого есть возможность, поддерживайте максимально на лечении, ребят. Также сказал врач, что если не поможет лечение, то нужно будет, как говорится, ложиться на стол и вмешиваться, в общем, хирургически и делать операцию. Вот такие, ребят, дела. Вот почему, собственно говоря, у нее были такие боли. Я говорил сколько раз, говорю, не тяни, не тяни. Сколько ты не была у того гинеколога. Надо же ходить, говорю. Я слышал, что говорили, что хоть изредка, хоть изредка нужно к нему появляться. Ну, вот, как вы видите, вот, пожалуйста, он теперь результат. Вот такая, ребят, ситуация. Непростая, тяжелая. На душе, ребят, не то, что комок в груди, булыга. Двухтонная булыга в груди. Тут не знаешь, за что этих всех, как говорится, кисельков, собакевичей прокормить. Да и самим за что, сами понимаете, выживать в столь такое время. А теперь еще такие затраты. Но, ребят, буду надеяться на вашу поддержку. Без вас, ребят, вы сами понимаете, что мы не справимся. У кого есть возможность поддержать карточки приват, монобанк, пайпал, мультивалютные ссылки для донатов. В закрепленном комментарии и под видео. Донаты, ребята, можно кидать с любой страны, в любой валюте. Все денежки пойдут на корм животным, на бензин для инвертора, чтобы рыбки могли дышать. А я выходить с вами на связь. На лечение нашего кота-шарика, Санечку и на лечение мамы, ребят. Поддерживайте максимально. Кто сколько может, мы, как говорится, вместе. Сила. Поддерживайте, ребят. Донаты можно кидать с любой страны, в любой валюте. Там куча карточек, куча ссылочек, пайпал, ребят. Заходите и поддерживайте. Поддерживайте максимально. Сейчас, как никогда, нужна, ребятки, ваша помощь. Надеюсь на всех и каждого. Всем, в свою очередь, хочу пожелать, ребятки, кто поможет, кто поддержит, крепкого здоровья, мирного неба над головой, добра, бабла, позитивчика. Пусть ваш ангел-хранитель хранит вас везде и всегда. И пусть везде вам сопутствует удача, семейного и финансового благополучия. Всех обнимаю до хруста, ребятки. Держимся. Сейчас покажу, как наш Зевсунька и покажу все вот эти вот, собственно говоря, бумаги, что купил из препаратов. Вот такие, ребятки, дела. Вот так вот и живем. Не живем, а выживаем. Як моя бабушка казала, царство небесное, де тонко там рвеце. Ну вот, ребятки, какие, собственно говоря, данные написали врачи. Вот, как вы можете понимать, что происходит, кто там грамотный, кто разбирается, ребят. Доигрались одним словом. Вот, ребятки, какие препараты еще нужно покупать. Целую кучу. Кого есть возможность поддержать, ссылочки, ребят, для донатов и карточки в закрепленном комментарии под видео. Я всем буду превелико благодарен, в любой сумме. Ребятки, меняю водичку у черепашек. Вот такой стаканчик, вот такое ведерко. Выгребаю потихоньку, поманеньку. Так, ребятки, уже повымывал дно им. Начинаю наливать водичку чистенькую. Так, у черепашек водичку поменял. Смотрите, какая красота. Плавают наши красавчики. Бумбазяврики, черепаховичи. Все четенько. Тут сразу, ребятки, полы помыл. Здесь помыл. Тут тоже, ребятки, на кухне начал мыть. Ребятки, наш прекрасный аквариум. И сгорела, получается, здесь светодиодная лампочка. Видите, вот это вот. Все, приказала долго жить. Спасибо нам подписчица присылала вот эту лампу светодиодную. Ее, конечно, здесь будет маловато. Но, тем не менее, какой-то выход с положения. И вот это еще маленькая тоже лампочка. Сейчас буду как-то все это кулибничать. А вообще, здесь надо делать светильники, такие, как в моем аквариуме, с заменной лампой, которую можно будет заменить потом. Потому что, видите, светодиодка сгорела. И как что дальше, непонятно совсем. А так просто лампочку выкрутил, длинную вот эту светодиодную поменял, и все. Сейчас тут на присоске. Но я решил, помимо того, что на присоске, еще и скотчем сюда подмотаю, чтобы ровненько стояли светодиоды, чтобы хорошо светили. Закрепил, ребят, вот так вот на два хомутика. На один и на второй. Сейчас выровняю лампу, обрежу их. И вот эту тоже, сюда лампочку тоже закреплю. Пусть тоже светит. Вот такой, ребятки, комбинированный свет у нас получился. Комбинирований уже даже некуда, я вам скажу. Сейчас проверим, ребят, как это все будет светить. Так, ну вот это у нас синенькая лампочка светит, такая с голубизной, которая, как я понимаю, для растений. Напишите в комментариях, так или нет. И сейчас включаем. О, и включаем эту свет. Тоже светит. Сейчас давайте опустим, посмотрим, как будет в аквариуме. Так, ну что, ребятки. Конечно, это лучше, чем ничего. Ну, слабовато. Растения на таком расти не будут. Надо все-таки покупать два светильника, ребят. И делать по-людски. Видите, так оно слабенько-слабенько светит. Оно даже стекло не может просветить. Но на время спасти растения, пока мы их не накопим. Видите, даже рыбки начали тоже погибать, ребятки. Без света тяжелое растение мы, рыбка мы всем. Вот. Я думаю, что все-таки мы с вами сделаем свет. Купим две лампы под светодиоды, обыкновенные, самые простые. Для кухни, для дома. Приклеим их. И сами светильники. Ну, сделаем, как у меня. Я вам показывал, сейчас покажу. Вот, ребятки, чтобы вы понимали, тут как днем. Видите, разница почему? Ну, потому что здесь вот такие светильнички. Вот. Видите? Три лампочки светодиодные. Три хорошо. Две растения не растут, но не погибают. Ну, хотя бы две. Туда, ребятки, лампы надо такие сделать. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду TOXICUL21, вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пу-ку-пу-ку. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова